Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Буквально на прошлой неделе в Телеграм появилась возможность добавлять свои собственные анимированные стикеры. И я конечно не мог пройти мимо этого события. Интересно же. Собственно разработчики, будем называть их собирательно Павел Дуров, заявляют, что это новый формат. И кстати это действительно новый формат. То есть это не GIF. Это именно стикеры. Почему? Потому. Потому что 20-30 килобайт. Это мало. Фотки весят больше. А тут анимация. Дуров вводит ряд ограничений в создании стикеров, разрабатывает под них новый формат и все это для снижения веса. 20-30 килобайт это серьезно. Как добиться этого чуда? Посмотрим. Вот квик гайд. Тут список ограничений. Их кстати действительно много. То что 512 на 512 и ограничения в 3 секунды это детский сад. Это не ограничения. Ограничения вот. Те кто работает в After Effects поймут, что тут просто нельзя ничего. Кстати те, кто не работают в After Effects сейчас будут разочарованы. Создавать анимированные стикеры можно только в After Effects. Так что дальнейшее для тех, кто умеет или для тех, кто готов изучить эту в общем-то не самую простую программу. Тут нам говорят, что нужно установить плагин под названием Bodymovin. Перекидывают на GitHub и здесь уже нам говорят, что сначала нужно установить zxp-инсталлер. А дальше при попытке перейти по ссылке браузер мне сказал, что сайт не отвечает. Не знаю, может он сейчас оттаял, но я почитал, посмотрел и выяснил, что zxp это плагины, возможно чисто адобовские, для установки которых нужна специальная программа-инсталлятор. Я нашел четыре таких программы и ни одна не смогла мне установить этот плагин. Поэтому я делал все ручками. Рассказывать, как это делается не буду. Начинаете с того, что скачиваете плагин и пытаетесь установить его через zxp-инсталлер. Надеюсь сайт уже оттает к тому времени. Если не установится, в описании оставлю короткую инструкцию, как это делать вручную. Даже нет. Дам ссылку на сайт, где я это прочитал. И на выходе мы имеем вот что. Это After Effects. В After Effects вам нужно, во-первых, в настройках включить вот эту галочку. Разрешить сценарием выполнять запись файлов. По умолчанию она выключена. И во-вторых, проследовать в закладку окно, где в закладке расширения вы найдете искомый body moving for telegram. Очень непросто. Я с After Effects в принципе дружу, но установил, нашел и понял, как работать с этим плагином я с большим трудом. Но разобрался, чего я вам желаю. Оставим пока плагин, посмотрим на настройки композиций. Как я уже говорил, 512 на 512 пикселей. И вот это важно, фреймрейт 30 или 60. Два варианта. У меня стояло по умолчанию 25 кадров в секунду. Я думаю, у многих это стоит по умолчанию. А telegram не принимал такие стикеры. Причем не писал почему. Просто это не тот формат, сохраните в TGS. А они были в TGS. Короче, на Майлсе я уже думал, что не сделаю этот скринкаст, но орешек знаний тверд и мы не привыкли отступать. Ну и собственно все на этом. Делаем какую-то простейшую анимацию. В принципе, он пишет, что она обязательно должна быть зациклена, то есть последний кадр должен совпадать с первым. Но это вроде нигде не проверяется. А да, еще ограничение в 3 секунды. Сразу выставляете 3 секунды в настройках композиции, чтобы видеть пределы. Так вот, в отличие от зацикленности, которая нигде не проверяется, есть еще ряд ограничений, которые как раз проверяются. И ограничения эти, как я уже сказал, кажутся просто вероломными. Например, нельзя добавлять текст. При попытке добавить текст и выгнать готовое изображение, кстати, это делается так. Выбрали композицию, одну или несколько, которые хотите отрендерить. Выбрали, куда будете рендерить и как это будет называться. И собственно все. Нажали рендер и он нам написал, что упс, рендер провалился. Нельзя использовать шрифты. И не только шрифты, надо сказать. Нельзя, например, использовать в маске, а как же без масок. Но потом привыкаешь. Вот такую штуку я нарисовал на скорую руку. Кубизм и утро, день чудесный. Шрифты сделал шейпами. Я сильно, кстати, тормознул, забыл, что шрифты переводятся в вектор одной кнопкой, а я все руками рисовал. Но неважно. Стикер есть. Сейчас мы его выгоним. Это третья композиция. Рендер. Все. Отлично. Рендер финиш. Стикер готов. Идем в телегу. Запускаем бота по имени Stickers. Я надеюсь не нужно объяснять, как добавлять стикеры в Telegram. Единственная тут нужна команда newanimated. Ее по-моему даже в help нет. Совсем вот свежак. Но кроме этого ничего нового. Добавляете как обычный стикер пак, единственное все стикеры в одном стикер паке должны иметь одинаковый фреймрейт. 30 или 60. Добавляете и получаете ссылку на стикер пак, которым уже можно делиться. Ну что, по-моему, как всегда круто. Понятно, что стикеры не для людей моего возраста, но просто сам факт. Дуров запускает формат, на который будут равняться. Я в этом уверен. Разработчики найдутся. Стикеры не просто так рисуют. Хотя бывает и просто так. Все, любите друг друга. Если не удалось запустить волну, порадуйтесь хотя бы за людей, которые ее запускают. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать утеплиться социальных технологий.